Металлург будет играть за золото и речь сейчас не о хоккее. Вслед за ледовыми коллегами в финал Суперлеги 2 вышли магнитогорские баскетболисты. Ответ на игра в Чебоксарах получился очень драматичный. Наша команда упустила победу за 2 секунды до конца основного времени. Но дожало соперника в овертайме. Как это было, расскажем далее. Пережив несколько лет упадка, магнитогорцы вернулись в большой баскетбол в 2016 году. Уже следующей весной они завоевали бронзу Суперлеги 2. Затем было 2 серебра, еще одна бронза. После 4 медальных сезонов команда потерпела неудачу. Год назад она проиграла и в полуфинале, и в серии за третье место. И вот, наконец, Металлург сразится за золото. В домашнем матче против Чебоксарских ястребов магнитогорцы едва не упустили преимущество в 25 очков, но уверенно провели концовку и выиграли 95-82. Ответная игра получилась по-настоящему качельной. Сначала хозяева набрали 6 очков подряд, но гости ответили лихой серией из 10. Следом такую же серию организовал и соперник. Но Металлург снова вырвался вперед, закончив стартовую четверть с минимальным перевесом 23-22. Своё лидерство наша команда не только сохранила, но и приумножила в следующем тайме. К большому перерыву она вела 40-31. В третьей четверти гости довели разрыв до плюс 14, но команда из столицы Чувашии снова показала, что является одной из самых волевых в лиге. К четвертому тайму хозяева сократили отставание до 6 очков, и в оставшееся время соперники балансировали на тонкой грани. Казалось, что в концовке основного времени магнитогорцы спокойно доведут дело до победы, ведь за 141 секунду до сирены они сделали счет 70-63 в свою пользу. Однако чебоксарцы снова проявили характер и за 2 секунды до истечения основного времени спаслись. Но овертайм остался за Металлургом, который за 5 минут набрал 14 очков, дав ястребам заработать лишь 8. Итог 84-78 в матче, 2-0 в серии, магнитогорцы в финале сразятся с русичами, сенсационно обыгравшими лидера регулярного сезона Тамбов. Первая встреча пройдет в Курске 18 апреля. Второй и, если потребуется, третий поединок состоятся во Дворце Рамазана 23 и 24 апреля. Павел Зайцев, телекомпания ТВН.